Встреча с Каладром У меня мама поддерживала за каждую трассу, шоколадку мне давала, ну мы с ней так договорились. Но потом, когда уже началось все повыше получаться, конечно, это прекратилось. Я и сама полюбила этот вид спорта и даже без шоколада готова залезть на любую трассу. За семь лет в скалолазании Дарья Компанец отточила свое мастерство. К каждой трассе она подходит как к головоломке, заранее продумывает движение и строит траекторию. Дарья – постоянная участница региональных и всероссийских соревнований. В этом году она впервые выступала на чемпионате России, где заняла первое место в категории трудность и выполнила норматив мастера спорта. Я не ставила себе цель, не выполнил какой-то разряд, не заняла какое-то место. Я просто поставила себе цель лезть и кайфовать от каждого выступления и выступить на свой максимум. И когда я забыла о всех целях на результаты, у меня получилось показать результат. Успех Дарьи Компанец пока единственный в истории омского скалолазания. К слову, и федерация официально заработала лишь с 2009 года. Основателем ее стал альпинист, чемпион России в зимнем классе, покоритель горы Ужба на Кавказе Игорь Зданович. В альпинизм он пришел в 1980 году. Дальше альпинизм был и скалолазание, это были просто как братья-близнецы. Поэтому я всю жизнь лазил по скалам. И когда мы увидели, что можно дальше развивать скалолазание не только на скалах, а в помещениях закрытых, то, конечно, мы взялись за это. И я до сих пор этим занимаюсь, мне это нравится. В последние несколько лет работа региональной федерации по скалолазанию стала приносить плоды. Есть члены молодежной и взрослой сборных страны, вырос штат тренеров. В четырех районах области появились свои скалодромы. Уже дважды федерация получала финансирование на развитие от фонда президентских грантов. В результате чего у омских спортсменов появились новые скалодромы, рельефы и зацепы. У нас на скалодроме представлены трассы по цветам. Они не просто, вы видите, разноцветные зацепки. И каждая трасса, то есть определенная, то есть не просто по всем мы лезем, а лезем, допустим, по зацепкам оранжевого цвета, по зацепкам синего цвета, по зацепкам зеленого. И, соответственно, у каждой трассы есть своя категория сложности. То есть есть там, допустим, четверочки, это совсем легкие трассы, которые там даже, ну, скажем, маленькие дети, либо совсем взрослые люди, которые с нулевой подготовкой могут их преодолеть. И, соответственно, так идут на усложнение. Зацепы, они вот точно такие же, как и настоящий скал. Если мы там руками лезем, когда щупаем их, они вот прям, как будто по скалам лезешь, щупаешь, то ощущения точно такие же. Есть еще накладные рельефы, которые вот такие большие шары всякие, они придают объем, скажем, форму. То есть, потому что скалы же редко такие прям полоски ровные, они с всякими там выступающими штуками. Александр Гинжул скалолазов тренирует уже 15 лет. Является наставником сборной региона, работает также и с начинающими. Проблема существует, конечно, особенно у людей, которые приходят там первый, второй раз заниматься. Это слабые пальцы, слабые предплечья. То есть, ну, пальцы рук у нас в повседневной жизни, скажем, не задействуют. Ну, то есть, мы тяжелую работу ими не выполняем. И когда они приходят лазить, а здесь основная нагрузка ложится для начинающих именно на предплечья и на пальцы. И люди там буквально пролезут раз-два, и у них уже все. То есть, болят предплечья, пальцы разгибаются, они говорят, так невозможно, мы не можем больше лазить у нас. Ну, то есть, ну, это момент привычки, это все проходит на второй, третий. Возникают у новичков еще проблемы с равновесием, потому что непонятно. Ну, то есть, когда ты оказываешься на высоте, то есть, координация, равновесие, они как будто у людей теряются. Вроде были, были, а здесь потерялись. Ну, здесь, наверное, еще какой-то страх, волнение на это влияет. В группы по спортивной подготовке детей набирают с 10 лет. В общеразвивающие секции с элементами скалолазания берут с 5-7 летнего возраста. Мне очень нравится разновидность. Болдеринг – это когда ты лазишь внизу, сложные трассы, короткие. Еще нравится трудность, когда один человек должен страховать другого, чтобы он не упал. И также трудные трассы могут быть. Поначалу же, наверное, страшно забираться высоко. Как ты боролся со своим страхом? Или у тебя этого не было изначально? У меня не было изначально, но я старалась не смотреть вниз, просто смотрела наверх и достигала своей цели. Я занимаюсь скалолазанием уже год. Поначалу, когда я пришел, не сильно получалось, початливался раза три, наверное. Лазил по две минуты. Сейчас, спустя это время, початливаюсь раз 10 свободно. Также могу быстро пролезть любую трассу здесь. Ну, кроме самых высоких. Чтобы лезть в трудность, нужно страховать друг друга. И без этого никак, потому что лезть вверх – это просто опасно. Когда я смотрю на старшиков, я удивляюсь, как они могут с такого высокого расстояния прыгать вниз, а мы прыгаем со страховкой. Мне кажется, это несправедливо. Я люблю этот спорт за то, что каждый раз, когда подходишь к трассе, она для тебя новая. И нужно думать какие-то новые варианты прохождения. Нужно постоянно работать над всеми группами мышц, чтобы получались все движения. Нравятся очень сложные координационные движения. То есть, это различные динамические перехваты, большое количество повторяющихся друг за другом движений. Чем оно полезно для детей? Что оно позволяет им получать победу буквально каждую минуту. Вот если все виды спорта, там нужно результат, он приходит когда-то. А в скаллазании, вот вы пролезли этот маршрут сегодня за тренировку один раз. На следующей тренировке вы его пролезли два раза. Это опять победа. На следующей тренировке три раза. Потом маршруты поменялись, вы уже новые пролезли. Или вы пролезли сегодня этот маршрут только до половины. А к концу тренировки вы уже пролезли его полностью. Победа. То есть, победа каждый день. КОНЕЦ